Батумское шоссе 27А. Когда-то здесь размещалась женская консультация. Но последние 9 лет здание заброшено. Как рассказывают местные, во время наводнения его затопило. Было принято решение консультацию закрыть. С тех пор то, что от неё осталось, стоит без присмотра. Теперь это пристанище для людей без определённого места жительства. Неудивительно, что местных жителей крайне беспокоит такое соседство. Неподалёку от заброшки расположилась новая детская площадка. С её появлением у местных жителей затеплилась надежда. Старое здание снесут, но оно по-прежнему на месте. «Все возмущены тем, что при такой великолепной площадке оставили это старое здание в ужасном состоянии. Не знаю, почему не могу дать оценку тому, почему оставили. Мы надеялись, что уберут и на этом месте хотя бы сделают спортивные площадки детям. Футбольную небольшую, баскетбольную. Потому что ребята повзрослее, им требуется такое место». Уровень обеспокоенности местных жителей растёт с каждым днём. Они жалуются на то, что заброшка на Батумском шоссе 27А ежедневно изобилует неприятными сюрпризами. «Бомжи здесь нормально себя чувствуют. Жгли костры. Почему я об этом говорю? Потому что здесь приходит коммуникация нашего дома. За поликлиникой идёт горячая вода и отопление. То есть их нашли за поджиганием костров возле коммуникации. Поднимался этот вопрос нашим советам ТОС неоднократно на встречах из главы района, из главы района, из главы города. Ну, ответ такой, что нужно выяснить ведомственную принадлежность здания». В администрации города об этом заброшенном здании действительно знают. Вот как прокомментировали нам ситуацию в пресс-службе мэрии. Бывшее здание МИД-учреждения на Батумском шоссе 27А на данный момент находится в процессе передачи из муниципальной в региональную собственность в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края, согласно которому с 1.01.2019 года все муниципальные медицинские учреждения и организации здравоохранения города Сочи передаются в госсобственность Краснодарского края. Также в пресс-службе администрации города отметили, что вопрос обеспечения безопасности граждан находится на контроле. И сейчас прорабатывается возможность ограждения территории здания до момента его передачи в краевую собственность.